В ближайшее время в Красноярске появится несколько новых бизнес-центров. Сейчас существующие центры категории А и Б+, фактически на 100% заняты арендаторами. Эксперты говорят о том, что городу не хватает качественных коммерческих площадей. Сейчас один из самых больших бизнес-центров, первая башня, занят в офисной части на 100%. В основном арендаторы крупные российские компании, только Ванкорнефть занимает 14 этажей. Еще на пяти расположились сотрудники строительной и управляющей компанией Монолит Холдинга. Торговые площади заняты в том числе и заведениями общепита, кафе и рестораном премиум-класса. Стоимости аренды в первой башне от 1500 рублей за квадратный метр в верхней планке нет. Все зависит от желания арендатора. В стоимость входят эксплуатационные, коммунальные услуги, интернет и подземная трехуровневая парковка оплачиваются отдельно. Отдельно каждая компания устанавливает и систему доступа в офисы. Все этажи разобраны большими компаниями. Есть у кого-то в субаренде у крупных компаний небольшие площади, которые сдают, приглашают или это для совместного сотрудничества компании, или же просто сдают суботряд. На сегодняшний день мы предполагаем строительство подобного рода бизнес-центра на территории, примыкающей Краснояр-Сити. И я думаю, что это произойдет где-нибудь в 2015-2016 году. Схожая ситуация с заполнением и в бизнес-центре «Титан» около 90%. Стоимость аренды здесь ниже. Площади предлагают по цене от 450 до 1200 рублей за квадратный метр. Все зависит от этажа и отделки. В стоимость не включена плата за электричество, интернет и телефонию. Парковочные места под шлагбаумом распределяются по соотношению к занимаемым площадям. Однако речь идет о единицах паркомест. Больше просто нет. Риэлторы говорят, что сейчас ситуация на рынке хоть и стабильная, существующие бизнес-центры нашли своих арендаторов. Однако спрос на качественную коммерческую недвижимость еще не удовлетворен. Их предложение очень ограничено. Парковочное место я бы ставил для помещений класса А на первое место. Второе, конечно, это инфраструктура. Инфраструктура – это охраняемая территория. Это пропускная система, безусловно. То есть это система пропусков, как таковых, подготовленная. Ну а дальше, наверное, все достаточно просто. Это комфортабельные помещения. С ценами разброс. Сегодня в Красноярске, наверное, можно найти офисное помещение самое простое. Наверное, где-то 300-400 тысяч рублей за квадратный метр. И в классе А это будет достигать 200-2400-2500 за квадратный метр. Несколько изменить сложившуюся ситуацию может появление новых бизнес-центров. В следующем году планируется вот двух объектов. Это здание в железнодорожном районе. Застройщики делают ставку на местный комплекс. То есть он будет рассчитан на компании, которые хотят работать на качественных площадях, но не стремятся для этого иметь офис в центре. Еще один проект бизнес-центр «Баланс» рассчитан на деловой премиум-класс. Предложения по аренде и продаже помещений в этом здании появятся через пару недель. Большой интерес новый комплекс вызвал у компаний, которые привлекают зарубежных сотрудников. Недостаток времени. Мы пытаемся компенсировать концепцию нашего комплекса. Этот человек, приезжая, может посвятить весь день о работе, по ходу в фитнес, полноценный 25-метровый панорамный бассейн. Это единственный пока за Уралом бассейн такого рода. И плюс пол общественного питания даст возможность питаться здесь же. Сейчас ниша в коммерческой недвижимости, которую наиболее выгодно развивать, это строительство офисов на первых этажах зданий. Некоторые строительные компании изначально проектируют там офисы. Мы считаем, что те бизнес-центры, которые сейчас строятся, если они будут построены, рынок фактически заполнится. При этом остается отдельный сегмент, назовем его B, B+, B-C. Для них нет интересных предложений. Мы как раз делаем эти предложения. Они будут ориентированы на тех, кому не нужны большие площади или кому нужен индивидуальный подход. Сдача многих новых офисных центров запланирована в следующем году. Срок ввода в эксплуатацию одного из самых больших бизнес-центров «Панорама», которую все знают под названием «Котэкни и уголь» 2015 год. Тогда уверены аналитики, весь спрос на коммерческую недвижимость будет удовлетворен, и арендатору будет из чего выбрать, исходя из потребностей в парковке или каких-либо дополнительных услугах. Если же у вас есть свои новости, звоните лично мне. Мой номер телефона 2-92-91-14. Также вы можете оставлять свои комментарии на нашем сайте. Афонтово.ру Елена Бурасова, Сергей Кашин. Афонтово. Новости.